Амурская область Такая ситуация не только в нашем регионе, но и во всем мире, и во всей стране. У нас наблюдается рост как по коронавирусу, так и по общераспространенным заболеваниям ОРВИ. Эти два процесса накладываются друг на друга, и как следствие система здравоохранения перегружена. Но на сегодняшний день у нас пока система здравоохранения справляется со сложившейся ситуацией, хоть еще раз повторю, что это делается с большими усилиями. На сегодняшний день развернуто 1530 коек. Нам, напомню, весной этого года, когда начиналась первая волна пандемии, был доведен норматив из Министерства здравоохранения Российской Федерации 398 коек. Вы видите, что сегодня мы уже более чем в четыре раза превысили этот норматив. Больше 500 коек из этих полутора тысяч с кислородной поддержкой. Оборудования хватает на сегодняшний день, лекарств хватает. Чего не хватает, это в первую очередь специалистов. Действительно, врачи болеют. Болеют в некоторых медицинских учреждениях, до 40% врачей, соответственно, не могут выходить на работу по причине того, что находятся на больничных. Поэтому это сегодня главная проблема. Немного о площадях еще хочется поговорить. Готовятся дополнительные для того, чтобы развернуть инфекционные госпитали. И вот в четверг в социальных сетях появилось открытое письмо от персонала Благовещенского роддома. Они не согласны с решением открыть на их площади инфекционный госпиталь и перевести роженец в перинатальный центр. Говорят, что можно было бы это сделать на площадях Института патологии дыхания или в пустующем здании бывшей третьей Благовещенской больницы. Вот эти варианты вы рассматривали? Бесспорно, конечно. Когда мы говорим о том, что мы Благовещенский роддом переводим под ковидный госпиталь, вы же понимаете, что это решение вынуждено и крайние меры. У нас, к счастью, в Благовещенске успешно работает, эффективно работает перинатальный центр, который находится в микрорайоне. Все эти решения принимаются только консилиумом врачей и по совместному решению этого консилиума дана гарантия того, что качество родовспоможения не ухудшится, что все эти процессы будут проведены в соответствии со стандартами и мы здесь сможем достойное качество обеспечить. Это первое. Второе. Конечно, мы рассматривали другие альтернативные помещения. И госпиталь третий, законсервированный госпиталь городской больницы, он, кстати, в частные руки продан несколько лет назад, но проблемы с частником договориться нет, можно было бы его вернуть. Там же в этом обращении от персонала роддома, я его читал, там есть как предложение в том числе рассмотреть возможность старого роддома на территории областной больницы. Так вот, сообщаю, коллеги, значит, эти два здания находятся в плачевном состоянии, там нужно менять полностью систему отопления, систему вентиляции, окон нет во многом, значит, нет перегородок и так далее. Там минимум полгода на каждое из зданий нужно потратить для того, чтобы привести их в более-менее пригодное к эксплуатации состояние. У нас, к сожалению, этого полугодия нет, поэтому мы рассматриваем все возможные лечебные учреждения, которые можно развернуть под ковидный госпиталь. Еще раз повторяю, что пока у нас свободный коечный фонд составляет порядка 15%, но ситуация развивается таким образом, что мы должны быть готовы к наиболее тяжелому сценарию. И, как следствие, сегодня уже принято решение, и роженицы из Благовещенского роддома направляются сразу в перинатальный центр. И, соответственно, мы постепенно освобождаем Благовещенский роддом под возможный вариант развертывания там ковидного госпиталя на 120-150 коек. Важное условие в том, что в Благовещенском роддоме есть кислородная поддержка на 50 койках. Она имеет критическое значение при выборе того или иного лечебного учреждения. Поэтому я прошу здесь коллектив отнестись с пониманием. Мы без работы, конечно, никого не оставим. Весь персонал будет переведен на родоспоможение в перинатальный центр в Благовещенске. Кадровый дефицит в медицине. Вы уже признали, что это сейчас главная проблема. Как решаете? Мы активно работаем с образовательными учреждениями и с волонтерами. У нас сегодня 360 студентов Амурского медицинского колледжа и Амурской медицинской академии работают как в красной зоне, так и помогая оформлять больничные листы, распределять лекарства. Выполняют самые разные функции. Порядка 80 волонтеров сегодня также задействовано для решения этой проблемы. Тем не менее, повторю, что сегодня главная проблема Амурского здравоохранения в борьбе с ковидом – это кадровый дефицит. Поэтому стараемся эту тему решать вот таким образом. При общем количестве студентов сегодня более порядка 1700 человек, студентов медицинского направления. Мне кажется, здесь еще есть над чем поработать. Но тем не менее, хочу сказать, что и преподавательский состав вовлечен, и ординаторы, и руководство учебных учреждений в решении этой совместной задачи. Здесь мы все находимся в одной лодке, все это прекрасно понимают. По выплатам медикам, после того, как российское правительство изменило систему начисления средств, некоторые опасаются, что в итоге суммы окажутся меньше. Кроме того, есть те сотрудники, которые говорят, что напрямую не значатся в списках ковидных врачей, но тем не менее, их работа периодически сталкивается с инфицированными, и они могут остаться без выплат. Такие переживания озвучиваются. Что с системой начисления средств? Знаете, с 1 ноября президентом Российской Федерации Владимиром Путином принято решение о переводе выплат медикам, работающим непосредственно с ковидными больными, в разряд социальных выплат. Теперь эта выплата будет зависеть от фактически отработанного времени, поэтому здесь мы рисков не видим. Кроме того, у нас дополнительно выплачиваются из областного бюджета средства для тех врачей, для того медицинского персонала, кто относится к группам риска заражения. Это те, кто работает с потенциально больными ковидом людьми, это сотрудники поликлиник, сотрудники лаборатории. Такие выплаты тоже предусмотрены и составляют в среднем, подчеркиваю. Для врачей это 25 тысяч рублей, для среднего медицинского персонала это 15 тысяч, для младшего и водителей порядка 7 тысяч рублей. Значит, эти выплаты у нас осуществляются своевременно, и деньги из областного бюджета на них предусмотрены. Кроме этого, из областного бюджета были выделены средства на закупку лекарственных препаратов для лечения амбулаторных больных, инфицированных с диагнозом ковид. И с федерального правительства должны средства на это поступить. Когда, о каких суммах идет речь, и когда люди смогут получать лекарства, и каким образом? Да, мы начали эту работу порядка 10 дней назад. Было выделено из резервного фонда правительства Амурской области 14 миллионов рублей, и буквально на прошлой неделе еще 29 миллионов из федерального бюджета нам было направлено на эти цели. Поэтому лекарства данные приобретены и находятся сейчас в стадии оформления, и в ближайшее время будут переданы пациентам, которые находятся на амбулаторном лечении дома. Здесь хочу подчеркнуть, что эти лекарства должны получить все пациенты, которые лечатся амбулаторно, вне зависимости от того, к какому лечебному учреждению они прикреплены. Будь то городские поликлиники, или это ведомственные поликлиники РЖД, МВД, военнослужащие и так далее. Все те, кто лечится дома амбулаторно, все будут получать эти медикаменты. Дети сейчас на каникулах. Какие меры принимаются для того, чтобы не допустить большого скопления в общественных местах? По нашим данным, по возрастным группам, дети сегодня болеют, к счастью, гораздо меньше, чем взрослые. И уровень заболеваемости среди детей значительно ниже, чем среднемноголетний уровень на данный период года. Всегда у нас осень связана с развитием гриппа, общераспространенных вирусных инфекций, ОРВИ и так далее. И поэтому сегодня мы видим, что эта ситуация находится в норме. Поэтому решения о кардинальном закрытии детских учреждений, будь то школ, детских садов, дополнительного образования, они не принимаются. Вместе с тем, все решения, которые ограничивают жизнь общества, принимаются у нас только коллегиально на штабе. Штаб этот проводится у нас регулярно. И те предложения, которые вносятся Роспотребнадзором, Министерством образования, муниципальными образованиями, они внимательно рассматриваются специалистами. Только после этого они ложатся на бумагу, ложатся в постановление губернатора об ограничении тех или иных видов деятельности. Озвучивается такое мнение, что сейчас, чтобы остановить распространение, такое стремительное распространение коронавирусной инфекции, необходимо закрыть учреждение общепит, уйти на самоизоляцию, сесть дома и переждать какое-то время. Как вы считаете, могут ли такие меры быть эффективными и будут ли такие решения приниматься? Существует мнение экспертов, которые говорят о том, что меры такие ограничительные, они срабатывают далеко не всегда и далеко не везде. Есть разный опыт в мире. Есть опыт Китая, Южной Кореи, есть опыт Швеции. В одном случае это полное закрытие, в другом случае это абсолютно незакрытая экономика. И эффективность примерно одинакова. Поэтому здесь такого решения на уровне субъекта, его принять можно, но эффективность его будет невысокая. Почему? Потому что если садиться на карантин, то садиться на карантин нужно всей страной. Так как это было сделано в некоторых странах, о которых я уже говорил, Китае, Южная Корея. Потому что в противном случае, как только у нас закончится карантин, давайте предположим, что мы в Амурской области победили весь коронавирус и открыли возможность сообщения железнодорожного, авиационного, к нам сразу прилетят люди, которые обязательно эту инфекцию привезут. От этого никуда не денешься, так устроена природа. Поэтому, конечно, мы все решения, которые принимаем, они для экономики всегда болезненны, когда мы ограничиваем тот или иной вид деятельности. Поэтому мы стараемся их принимать, в том числе и с оглядкой на последствия для экономики. Но при этом, конечно, в основе этих решений лежит эффект с точки зрения борьбы с коронавирусом. Сейчас есть ли какой-то прогноз развития ситуации с COVID-19 в регионе? Прогнозы разные, но, скажем так, оптимистичного прогноза я пока не вижу. Один прогноз говорит о том, что мы будем расти до Нового года, и, соответственно, пик у нас придется на Новый год. Второй прогноз, он более оптимистичный, и он говорит, что середина ноября для нас это будет пик. В любом случае, сегодня работаем над модернизацией нашей системы здравоохранения. Еще раз повторяю, что она у нас перегружена. Значительные средства на приобретение лекарств, дополнительного оборудования, в том числе дополнительного оборудования для развертывания ПЦР-лабораторий, это все делается, средствами индивидуальной защиты мы обеспечены, врачи набираются опытом. Ну и здесь я абсолютно уверен, я об этом говорил полгода назад, еще раз хочу повторить, я абсолютно уверен, что залог успеха в борьбе с коронавирусом лежит в поведении каждого из нас. И абсолютно недопустимо поведение некоторых товарищей, которые исключают и в принципе существование коронавируса, и отрицают эффективность масочного режима, и тем самым являются по сути разносчиками, инфекциями, примером негативным для общества. Вот это, мне кажется, самое главное, на что нам следует обратить внимание. Только совместно мы можем победить эту инфекцию. Только так. Спасибо, Василий Александрович, что нашли время и ответили на наши вопросы.